Меня забанили или почему нельзя делать так, как я? С вами Айскрим и сейчас я всё расскажу. Погнали! А если ты хочешь научиться делать игры на крутом движке Unreal Engine, то переходи на канал AR Game Dev. Он покажет, как установить движок, как сделать простой кликер, как создать своего персонажа с анимацией, как сделать систему строительства а-ля Майнкрафт, как сделать игру с нуля, как выпустить релиз в плеймаркет и многое другое. Переходи на его канал и подписывайся. Ссылочка в описании. Как вы знаете, я люблю проводить разные денежные эксперименты. Смотрю рекламу 10 часов, в большом количестве добавляю её в свою игру, делаю ролики про заработок и всё это не прошло бесследно. Давайте вернёмся во времена карантина, конец весны 2020 года. Тогда я сделал свой первый кликер и вставил в него рекламу от партнёрской сети Unity Ads. И спустя неделю я выпускаю ролик про то, сколько заработал с этой игры. Доход был вообще нулевым, в рублях получилось меньше одной копейки. Но тогда всё было максимально честно. Через 2 месяца я решил снять вторую часть, так как накопилась небольшая сумма. И перед выходом ролика мне пришла в голову гениальная мысль. Скачивать приложение прямо из показанных объявлений. Как это работает? Появляется такая интеграция, вероятнее всего это будет реклама казино. Нажимаешь на кнопку установить, и за такую совокупность действий, просмотра плюс установка, Юнькетс выплачивает от полубакса. За одну минуту потраченного времени получаешь почти 40 рублей. Похоже на золотую жилу, но звучит слишком хорошо. Так и есть. Я скачал 8 игр и получил 6 долларов. Изначально было понятно, что за такое могут влепить бан. Поэтому я не стал злоупотреблять возможностями. Потом я выпустил ролик и забыл про эту ситуацию. Но спустя неделю в моём приложении резко перестала показываться реклама. Я обновил ассет с монетизацией, переписал код, выпустил обнову, но ничего не помогло. Оставался один вариант. Проверить личный кабинет в Юнькетс. И когда я зашёл, то понял, что попал в полную... К сожалению, скрин я не сохранил, но там было написано, что ваши действия похожи на мошеннические. Поэтому мы вынуждены навсегда заблокировать ваш аккаунт. Был ли я сильно расстроен? Ну, немного. Так как понимал, что уже не смогу разместить рекламу в своих играх. Но решил попытать удачу и написал в поддержку. Письмо было написано на русском и на английском. Но ответа на него не последовало. Но... Спустя 2-3 дня аккаунт мне всё-таки разбанили. До сих пор не знаю, что это было, но мне кажется, что они простили этот косяк. Это была первая поучительная история, почему нельзя заниматься такой фигнёй. Теперь перейдём ко второй истории. В ноябре 2020 года я снял ролик, в котором смотрю рекламу в своей игре 10 часов подряд. Я использовал тот же Юнькетс и тупо смотрю объявления на протяжении 600 минут. За такой эксперимент меня не забанили. Но изработать я ничего по сути и не смог. Там вот такая вот сумма в итоге получилась. Вероятнее всего алгоритмы прочекали, что трафик идёт с одного IP. Поэтому перестали засчитывать просмотры. Но даже если вы будете использовать VPN и 10 разных устройств, то заработаете максимум пару центов. Потому что, естественно, нужна активная целевая аудитория и настоящий интерес к игре. И вот такая вот сказка о потерянном времени. Поэтому лучше делать по-настоящему годные игры. Ведь та же CrossyRoad, сделанная на Юньке, смогла заработать 10 миллионов долларов за 90 дней. Понятное дело, на живом трафике и интересе реальных людей. И третья история. Это мой недавний эксперимент, в котором я сделал симуляторы рекламы. Но он, к счастью или к сожалению, провалился. Так как я заработал ровно ничего. Но уже была использована партнёрская сеть Google AdMob. Она в финансовом плане более прибыльная. В приложении всё реализовано правильно. Я пересмотрел кучу уроков по подключению, проверил все идентификаторы и скрипты. Но показывалось только тестовая реклама. Сначала я думал, что не хватает живого трафика. Но после публикации приложения и выхода ролика, ничего не изменилось. Тогда я пошёл читать инструкцию к AdMob. Там бесконечный список запретов и рекомендаций. Поэтому я быстро нашёл у себя несколько нарушений, за которые мне могли бы выдать бан. Во-первых, я сам смотрел свою рекламу, что категорически запрещено. Даже если это не специально. Во-вторых, мой основной геймплей завязан на просмотре рекламы, что тоже запрещено. В-третьих, нельзя показывать объявления в приложениях, которые предлагают вознаграждение за клики по рекламе. А как вы знаете, у меня это основная цель. И в-четвёртых, реклама перекрывает элементы приложения, что тоже недопустимо. В личном кабинете написано, что у меня нарушения отсутствуют. Но алгоритмы, наверное, понимают, что здесь что-то не так. Поэтому показывается только тестовая реклама. Ну, это мои догадки. Короче, в любом случае, вероятность бана повышается в разы. А если у тебя ещё есть монетизация на YouTube-канале, то это может плохо кончиться. Так как Google банит аккаунт полностью. Поэтому я удалил из PlayMarket свое приложение, потому что чувствовал что-то нечистое. Вот такая вот история. Понятное дело, что я снимаю данный контент только ради интереса. Мной движет вопрос, а что если? Но такими действиями не заработать. Потому что тут тонкая граница между случайностью и преднамеренным мошенничеством. И с вероятностью 100% эта граница сотрётся, если ты так будешь делать. Поэтому создаём чёткие годные игры и не злоупотребляем рекламой. А на вопрос, а будут ли подобные эксперименты в будущем, я отвечу, что всё возможно. Но опять же, это всего лишь эксперимент ради контента и не более. Если было полезно, то ставь лайк и подписывайся на канал. До встречи!